Всех приветствую на канале Стоп Психотеррор, с вами я Андрей Шутов и сегодня я расскажу, что же я сегодня пережил по поводу того, что как эти люди, которые участвуют в этом сатанизме, нас проклинают. То есть они проклинают всех православных людей, они проклинают всех людей, которые, как я предполагаю, не из их системы, то есть как это все работает и что я сегодня пережил, я рассказываю. Для этого я даю вам крест, что это все правда и это все со мной было сегодня. Вот. Значит, я сегодня увидел, как проклинали то, что я покупал. Это была пища. Я объясняю, как это все делается. Значит, когда я покупал, допустим, к примеру говорю, какую-то вещь, допустим, продукт. Я покупал колбасу. Женщина, получается, взяла колбасу, отвернулась, просчитала заклинание, то есть каббалистическое. Они все нас в лицо знают, получается. Когда вы приходите в магазин или куда-то, эти люди, сатанисты, сатанисты, они вас в лицо уже знают. И у них есть, они натасканы. Они знают сатанинские заклинания, каббалистические и так далее. То есть, если вы христианин, они будут по-любому вас проклинать. И значит, она отвернулась, взяла палку колбасы. То есть, вот так вот. Я на диске DVD покажу. Вот так вот взяла палку колбасы, похлопала три раза, перед этим просчитала заклинание, улыбаясь, мне отдала. Когда я не вступал к колбасы, мне будто Бог сказал. Ну, то есть, я увидел это проклятие. Понимаете? Возле того недалеко магазина была церковь. Я пошел тут же, купил несколько свечей. И, то есть, поставил за здравие врагам. То есть, да, чтобы Бог снял эти все проклятия. Вы не представляете, как это все вообще, да? И я теперь понял, зачем эти люди ходят в квартиры. Зачем эти люди смотрят вам в глаза и вот так вот улыбаются их видно. Это все не просто так. Это мы дураки, типа. Типа мы православные христиане. Или там просто люди, которые даже не верят в Бога. Атеисты, да, потерпевшие психотеррора. Я вас уверяю. Пока вы так думаете, что, типа, эти люди, там, ходят вам, улыбаются в глаза и все такое. Нет, это все не просто так. Они вас проклинают. Да-да-да, они вас проклинают. Вот. Я пришел домой, окропил святой водой эти продукты. И я сказал Господи Иисусе Христе, сними проклятие, заговоры с этих продуктов. Вот. Потом я спокойно уже, то есть, смог их употреблять. Я, моя душа была реально спокойна. Ну, теперь я понимаю, почему все православные, ну, я-то сам православный, я постоянно крещу пищу. То есть, да, постоянно. То есть, когда ты за стол садишься, ты постоянно наносишь крестное знамение. То есть, да, крестное знамение. То есть, чтобы пища была окроплена, то есть, да, святым духом. И я вам скажу, это все не просто так. Это таинство реально Христово. То есть, это реально обряд очищения, очищения вот от этих проклятий. И прикиньте, несколько тысяч лет эти натасканные сатанисты в своих синагогах, там, я не знаю, где они этому практикуются, их бабушки, тетушки, там, с детства их учат этим проклятием, чтобы вас проклинать. И получается, мир делится на сатанистов сейчас и на нормальных людей, вот таких, как вы, как я. Тех людей, которые говорят правду. Вот. То есть, тех людей, которые за мир, тех людей, которые за добро. Я удивился. Так это всю жизнь эти люди ходили и проклинали, получается, меня. А почему я болею? Почему постоянно у меня недуги, помимо этой психотронной техники? Да все очень просто. Вы выходите из дома, они к вам ходят и проклинают вашу еду, открывают вам кастрюлю и читают туда свои заклинания. Я уверен, у них есть обученные даже колдуны какие-нибудь. Это сто процентов. Спасибо, Господи. Эта информация вам дана для того, чтобы вы ходили, причащались в церковь. Реально. И вот почему Господь заповедовал это таинство, то есть свое таинство и создал его. Это слава Господу, реально. Слава Господу Богу Иисусу Христу за то, что Он дал нам спасение, реально. И искупил наши грехи своей кровью. И я благодарен Господу, что Он дает мне вот от этих проклятий реально спасение. Если бы не Бог, реально, тут бы уже, наверное, все прокляты были. Вы не представляете, эти люди, они прежде чем пройти мимо вас, они идут специально к вам на встречу, их высылают для того, чтобы вас проклинать. И для того, чтобы читать эти заклинания. Я уверен в этом. И не смотрите им в глаза и постоянно креститесь. Когда вы мимо прошли или даже перед этим человеком, я вам советую, креститесь реально. Они реально проклинают. Я даже видел изменения в пище. То есть ты берешь пищу, она была на вкус вкусная, приходишь домой, у нее совершенно другой же вкус. То есть она пропавшая пища. Такого не бывает реально. Эти люди обладают сатанинскими проклятиями. Я вам говорю еще раз. Если вы не будете причащаться и ходить в православные храмы, вам не спастись. Я вас уверяю. Вот если бы Бог не вразумил меня, я бы пришел, употребил эту пищу, я не знаю, чтобы со мной было сейчас. Честно. Это ж почему у людей желудки болят, почему у людей голова болит. Они знают разные заклинания. Они этому обучены. Они знают, как проклинать, наверное, мозг, как проклинать, наверное, там, не знаю, чрево. Да-да-да, это научные вот эти вот выросшие в этих кругах вот твари, то есть ведьмы. И они, и они. Никогда по ним не скажешь. Они сидят, сидят на рабочих местах везде. И вот эта кабала их объединяет. Когда, вы не представляете, я осознал это только что, буквально час назад. Я прихожу в любое место, да, социальное. И эти люди, хоть один из них будет. И вот, прикиньте, каждый из них, вот этот вот подосланный, он будет вас в глаза смотреть вам в глаза и проклинать вас. А в лицо вам улыбаться. В лицо он вам будет улыбаться. И вы никогда не узнаете об этом. Вот такие вот сатанисты. И вы никогда не скажете об этом. Вот он может с вами поздороваться, пройти. А как это бывает? Я объясняю, еще для жертв психотеррора, я объясню алгоритм. То есть человек проходит, проходит, шоркает ногами. Шоркает ногами. Он уже прочитал проклятие. Потом еще один человек придет. И эта синхронность, они высылают этих людей, которые скидывают свою вот эту вот карму, я не знаю, негативную энергетику этими проклятиями на вас. Вот почему некоторые люди говорили при психотерроре, не смотрите им в глаза. А теперь я реально понимаю, это не шутки, реально. Вот такому человеку посмотришь в глаза, ты приходишь, что у тебя то глаза болят, то голова болит. Потом уже вот это вот эффекты этого уже облучения идут. Но перед этим, я уверен, в дом ходят они не просто подсыпать отраву, не просто отравлять, что-то ломать. Я уверен, с ними ходят какие-нибудь ведьмы, это 100%. Потому что столько уже событий было, что просто вот ты берешь вещь, да, и она это, такого быть не может, чтобы вот так вот синхронно все ломалось. Берешь куртку, у тебя ломается один замок, надеваешь вторую куртку, где замок целый, у тебя ломается сразу второй замок. Берешь вещь, чашка у тебя бьется, и бьется через буквально несколько часов, берешь еще одну чашку, бьется еще одна чашка. Новая чашка. Эти вещи проклятые, эти люди ходят, проклинают вещи. Я советую реально людям воцерковляться, христианам окроплять вещи святой водой, читать Иисусову молитву и Отчина, чтобы эти вещи очищались. Если вы мне не верите, пожалуйста, я убедился час назад. Реально. Я увидел, как женщина наносила на мои вещи, на пищу даже, которую я купил в магазине, реально проклятие. Я убежден в этом, и я, спасибо, что Господу, что оказалась рядом с церковью. Если бы я кому-то дал эту пищу, я уверен, человек бы просто отравился. Вот и все. А в глаза они вам смотрят, будто бы, вот знаете, так вот, по ним не скажешь, реально. Еще объясняю алгоритм. Человек проходит, если это квартира, допустим, дверь, он стучит три раза ногами, так топ, топ, топ. Или стучит по двери в соседней квартире три раза. Уверяю вас, он уже прочитал на ваше жилище проклятие. Понимаете? Вот почему создаются таинства, почему святые батюшки-отцы ходят, освещают помещения. Да-да-да, сатанизм сейчас есть. Сатанизм скрыт. Сатанизм это тайна вот этих людей. И если вы мне не верите, я советую вам всем убедиться в этом. Вы, когда эти люди будут проходить, вот между вами, они берут даже вас в клеймо, вот так вот. Это сатанисты. Они вот идут рядом и вас клеймят. Вот один сатанист проходит, и второй. Если вы между ними проходите, они считают, они знают каббалистические проклятия. И они считают эти проклятия, и вы когда входите между ними, вы проклинаетесь. И если у вас даже нету крестного знамения, все, вам ничто не поможет, только Бог. Я советую всем, откиньте свои вот эти вот там заморочки, идите в церковь, перечищайтесь, и это реально вас спасет. Вы хотя бы будете чистым телом. Но у вас не будет этих проклятий. Помимо этой техники, я уже не знаю, чем помочь. Но уже оружия пока нету. То есть искали разные шапочки из фольги, там сетки Фарадея, бункера какие-то, ничего пока еще не помогло никому. Реально идите, перечищайтесь. Это не шутка. Я только что это пережил на себе. Я вам советую. А вы знаете, Андрей Шутов никогда не скажет, то есть билиберды какой-то. Да, иногда меня кошмарят, я могу наговорить там, запутаться. Простите меня грешному, конечно, но я хочу, чтобы вы мне, ко мне прислушались и мне поверили. Вот такая вот информация. Так что все эти стуки, все эти звенякания какие-то, это все отвлечения. Они хотят к вам подойти на встречу, чтобы вас проклинать. Я уже в этом убедился, я это понял. Всем советую прислушаться ко мне. Вы церковляетесь, причащаетесь, не слушайте там никого. Даже если вы не ходили в церковь 10 лет уже. Идите в церковь, берите, покупайте свечку, ставьте. Ставьте свечку за здравие этим людям. Говорите, за здравие всем моим врагам. Господи, сними с меня все эти проклятия. И Господь вас очистит. Я в этом убедился. Все как рукой снимает просто. В церковь выходишь, ты буквально обновленный. Реально. И это реально работает. Я убеждаю, что эти проклятия, они вот нас, насылаются на нас. Просто этой техникой возможно. Даже их еще как-то и усиливают. То есть, вот как работает сейчас сатана. Недаром эти все обряды очищения есть. То есть, да, таинства Христовы. Вот так вот. Вот такое вот сейчас у нас. Раньше были вот эти ведьмы, колдуны, там которых инквизиторы распинали. А сейчас все тихонечко. Спокойненько. Они ходят в лицо. Им не надо никаких палочек, волшебства никакого. Они про себя это считают. И пока вы там думаете, денежки считаете, там, да, заплатите. Они вас проклинают. Поверьте мне. Храни вас всех Господь. Да сохранит вас Бог. Иисус Христос. Сын Божий Отец и Святой Дух. Благословляю вас. Благословит вас Господь. Как Господь сказал. Не проклинайте, благословляйте. Храни вас всех Бог. Всех жертв психотеррора. Прислушайтесь ко мне. С вами был Андрей Шутов. До связи.